Дорогие друзья, дорогие украинские коллеги, дорогие артисты, режиссёры, художники, реквизиторы, монтировщики, костюмеры. Я очень рад, что имею возможность обратиться к вам с небольшим поздравлением по случаю наступающего Международного Дня Театра, который в этом году, к сожалению, окрашен более чем мрачные, драматические тона и у вас в Украине, и у нас в России. У нас в России, я думаю, окрашены более мрачные тона, чем у вас, поскольку вы всё-таки при всём драматизме ситуации обретаете свою свободу, обретаете свою независимость, обретаете чувство человеческого достоинства. У нас же все те, кто не хочет участвовать во всеобщей лжи, кто не хочет быть скотом, объявляется национал предательным, как выразился вчера наш президент, выступая на торжествах по случаю так называемого присоединения, а на самом деле совершенно наглой и циничной аннексии Крыма. Так вот, я как национал предатель очень рад, что могу обратиться к вам и сказать несколько слов о театре, о том театре, который я люблю, который мне дорог, и о том театре, который я вообще себе представляю. Сейчас очень модно говорить, особенно со стороны культурных деятелей, определенного, конечно, направления и толка, что театр должен быть вне политики. На мой взгляд, это расхожая коммунальная пошлость. Любой настоящий, серьёзный, живой, по определению Питера Бога, театр не может быть вне политики. То есть он не может не реагировать на то, что происходит за его стенами, не может делать вид, что ничего не происходит. И тому примеров масса, начиная от Любимовской Таганки, продолжая Товстаноговским БДТ, Малым Драматическим Театром Петербурга, под руководством Льва Додина, у которого я учился, и которого считаю не только своим театральным учителем, но и учителем по жизни. Это и театр Роберта Стура, который, когда он ещё работал в Аберисе и так далее, и тому подобное. Самое главное в театре для меня, и не только в театре, но и в спектакле, в которых я участвую, потому что тем более в моих моноспектаклях, это всегда внятное высказывание. Это самое ценное, что только есть в театре. Внятное высказывание, имеющее совершенно определенный, острый вектор направленности, социальный, гражданственный, политический и так далее. Но театр не может быть просто увеселительным заведением, увеселительным, каким-то развлекательным образованием. Для этого есть масса других интересных вещей, как цирк, мюзик-колы и так далее. Театр должен составлять зрителя думать, размышлять, переживать, сопереживать. Если нет ощущения боли, ощущения, не побоюсь этого слова, какой-то экзистенциальной тоски, то это не имеет никакого отношения к театру. Поэтому я рад, что имею дело с таким материалом, как Достоевский, Чехов, Гоголь, Шекспир. Это великая, большая литература на все времена. А работая с таким материалом, боли и неволи, всегда находишь болевые точки соприкосновения к современности. Я еще раз хочу поздравить вас с наступающим международным днем театра. Я очень надеюсь, что никакие безумные действия наших мерзавцев, маразматиков и просто подонков от власти не смогут разрушить наши межтеатральные связи, если так можно выразиться. Я хочу сказать, что я, как и достаточно многое количество моих коллег, сопереживаем вам, восхищаемся вами, гордимся вами, и по-хорошему заведуем вам. И да здравствуйте искусству, да здравствует театр. Слава Украине. Спасибо за внимание.